Сегодня мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста книги Левит, 13 глава, 13 стих, мы зададимся следующим вопросом. Почему, когда человек весь покрывается проказой, он объявляется чистым? Это действительно очень сложный текст в Священном Писании. Его надо понять. Я прочитаю как бы в контексте. 13 глава книги Левит, с 8 по 13 стих. Священник, увидев, что лишай распространяется по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит. И если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его. И священник объявит его нечистым, и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветает на коже, и покроет проказа всю кожу больного, от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист. Согласитесь, друзья, очень непонятный текст. Если проказа местами, то такой человек нечист. А если проказа покрывает все тело, вся голова и до подошвы ног, то он объявляется чистым. Что это значит? Этот текст надо понимать духовно и аллегорически. Речь идет о нравственной и моральной проказе. Например, у пророка Исаии, 1 глава, 4 по 6 стих, мы находим такие слова. «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад, во что возбить еще продолжающее свое упорство. Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места, язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и несмягченные елей». Здесь мы видим характер нравственно-моральной проказы, которая покрывает человека целиком. Так в каком же случае он объявляется чистым? Если человек, придя на исповедь, будет говорить, «Вот здесь я согрешил, поступив неправильно, но в целом я человек добрый, хороший христианин, у меня есть и положительные достижения, то такой самохвал объявляется нечистым». А если человек проявляет смирение и говорит, «Нет у меня ничего хорошего, я вижу порочность и в своих добрых делах, это помимо грехов, явных и явных нравственных и моральных преступлениях. Я не нахожу для себя оправдания». Такого объявляют чистым, потому что его сокрушение велико, а, как мы знаем, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Таким образом, в одном случае представлено частичное раскаяние человека. Он говорит, «Вот здесь я неправ, здесь я неправ, а тут, в общем-то, все нормально, такой нечистый». А когда человек говорит, «Да ничего нормального я не нахожу, ведь по плодам надо судить, а я вижу грехи, я виновен во всем». Тогда, видя его сокрушение, Господь принимает его исповедь и делает его чистым. В Евангелии от Матфея, 8 глава, 2-3 стих, мы читаем о том, что когда Иисус Христос спускался с горы блаженств, произошло следующее. «И вот подошел прокаженный и кланяясь ему, сказал, Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Почему этот прокаженный не просит просто очисть меня, а говорит, если хочешь? Потому что он понимает, что он заслужил это наказание, он заслужил эту проказу, и он уповает только на Божие милосердие, не находя для себя никакого извинения или тем более оправдания. Интересно, хочет ли Господь очистить нас от нравственной и моральной проказы? И когда прокаженный говорит, Господи, если хочешь, можешь меня очистить? Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал, «Хочу». Воля Божия есть освящение наше. И он тот час очистился от проказа своей. То, что человек не может достигнуть своими собственными усилиями, ибо человеческая праведность всегда пассивна, мановением Божьего могущества, божественная праведность всегда активна, заслугами Христа он получает всецелое очищение. Поэтому в деле собственного очищения будем уповать на источник нашего очищения, на спаса нашего Христа Иисуса. И да поможет он нам идти этой стезей. Итак, друзья, сегодня мы выучили еще один урок из Писания о том, что покаяние должно быть всецелым, без остатка. Мы должны сознаться во всем. В противном случае наша исповедь не будет принята должным образом, как мы того ожидаем. Выучим этот урок и запомним его. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...